Бельское муниципальное предприятие ЖКХ стало рекордсменом по выявленным нарушениям законодательства. Об этом в эфире передачи «Лицом к лицу» на телеканале БТВ сообщила независимый аудитор Наталья Беляну, которая подчеркнула, что местная власть впервые провела полномасштабный аудит предприятия, учредителями которой она является и публично представила его результаты. Так получилось, что рекордсмером всех тех действий, которые у нас были, это у нас было ЖКХ, на котором практически, начиная с 2011 года, функционирование данного предприятия абсолютно никаких проверок практически не проводилось. Достаточно большие там были недостатки у нас выявлены, то есть, как говорится, я их озвучила на муниципальном совете. Самые такие громкие вопросы, это то, что нас вообще удивило, это для нас контракт был с так называемой фирмой Инкасса. Когда мы увидели комиссионные, представляемые данной компанией, мы просто решили проанализировать денежные потоки и проанализировать ту дебюторскую задолженность, которая сформировалась на данном предприятии, и посмотреть эффективность данного кредита. Как бы учитывая тот факт, что за все время функционирования данного договора, за полтора года нашего аудита ЖКХ заплатила 2 миллиона 336 тысяч за услуги данной компании, естественно, нам было интересно посмотреть, что же фактически делается у них. Нами было выявлено, что фактически Инкасса работает на информацию, предоставляемой бухгалтерией ЖКХ, и фактически, как говорится, уровень дебюторской задолженности у них абсолютно не снизился, он остался абсолютно на том же уровне. Поэтому нам абсолютно было непонятно, за что фактически платила ЖКХ за данные услуги, с учетом того, что абсолютно ту же деятельность могла осуществлять и юридическая служба данного предприятия, где числится по штатному расписанию ни много ни мало, а четыре сотрудника. Как бы это вот один из таких вот нюансов. Я озвучила тоже на муниципальном совете, что общая стоимость данного контракта состояла практически 52% от суммы возмещенного долга. То есть, что это такие за условия, которые приводят в 52% оттока оборотных средств с предприятия? Естественно, как говорится, это и сами условия контракта, они содержали заведомо необоснованно большие суммы гонорара. Поэтому мы, как говорится, рекомендовали расторгнуть данный договор с НКС. Насколько мне известно, с 1 октября он уже был расторгнут, в принципе, и эта деятельность уже была приостановлена. То есть, вы хотите сказать, независимо от того, долги возвращались или нет, гонорары отчислялись периодически НКС? Нет, долги возвращались, действительно, долги выбивались, злостные, незлостные неплательщики. Мы это, в принципе, установить не могли. Но, как бы, из той аналитики, которую мы провели, я видела, что, говорится, уменьшение дебиторской задолженности, которая с истекшим сроком давности или с подходящим стечением сроком давности, там фактически не производилось. Это была фактически текущая задолженность населения перед предприятием. А вы не подозреваете здесь какой-то контракт с аффилированным лицом? Не могу я сказать, если там есть какая-то аффилированность данной компании у бывшего директора данного предприятия, господина Черного, потому что, в принципе, нам это установить не удалось. Но, тем не менее, вы знаете, вполне возможно, что там были какие-то внедоговорные условия, заключенные непосредственно между руководителями данных предприятий. Но, тем не менее, мы считаем, что данный контракт, говоря румынским языком, был абузив. То есть, как бы, злоупотреблял, естественно, это было превышение, я считаю, служебных полномочий господина Черного данного предприятия. Много вопросов у аудитора вызвал момент с приобретением предприятием по завышенной цене автомобиля Black 1 Skoda Superb и его срочным ремонтом из-за несоответствия техническому состоянию, а также момент с выделением бывшему директору ЖКХ социального жилья. Мы выявили тот факт, что на сравнительно новый автомобиль было затрачено в текущем году 35 тысяч леев, а сам автомобиль был куплен всего лишь 14 июня 2013 года на основании акта закупки у Еремчука Сергея всего за 324 тысяч леев, 324-320, если быть точнее, то возник вопрос, зачем нужно было покупать данный автомобиль, если его так скоро нужно было отремонтировать, причем на такую сумму, практически составляющую 10% его стоимости. Я так считаю, что это опять-таки злоупотребление служебным положением и, как говорится, лоббирование своих личных интересов. Мы нашли документы с 2012 года, когда выделилась квартира господину Черному. Тут очень многие вещи нас, конечно, я бы сказала, даже рассмешили. Было забавно, честно говоря, знакомиться с этими актами, потому что, в принципе, это все выходило под эгидой того, что администрация ЖКХ Белл спросила выделить квартиру предприятию работника, которое остро нуждается в жилищной площади, так как они живут с родителями в малометражках или, как говорится, вынуждены нанимать частное жилье. Это все было за подписью главного инженера в то время, господина Пелина. Ну и самым остро нуждающим сотрудником предприятия оказался непосредственно директор данного предприятия, господин Черный на тот момент. Но господин Черный у нас получил в квартиру в Новострое по улице. По какому адресу? И какой площади? По улице Дечебас, 121,2, двухкомнатная квартира. Есть у вас ее площадь? Сейчас я посмотрю. Посмотрю в решении муниципального совета. Вот этого не видно. Ага. Вот в распоряжении примара уже есть. Жилая площадь 34,8, общая 73,9. Ордер был выдан непосредственно на господина Черного в составом семьи из четырех человек, то есть его и его супруги и двух детей. Что, в принципе, и было сделано. На основании при распоряжении номер 520 от 22 октября 2012 года. Куда они благополучно все и въехали. То есть основным квартиросъемщиком значился Андрей Черный? Да, Андрей Черный являлся основным квартиросъемщиком. Потом впоследствии уже, как говорится, учитывая тот факт, что при аренде муниципального жилья, в принципе, человек, проживающий много лет в этом жилье, имеет право подать на его приватизацию, он воспользуется этим своим правом. Но каким-то мистическим образом у него уже оказалось, начиная с марта месяца, быть прописана там его бабушка из Гладианского района, село Дану, если я не ошибаюсь, ветеран труда с 31-летним стажем, больной человек с сердечными болезнями. Но в лицевом счете, если был у нас указан господин Черный, тем не менее правом на приватизацию воспользовалась именно бабушка, которая получила доверенность и от самого господина Черного, и от его супруги с детьми. И фактически данная стоимость, учетом даже того, что она была по рыночной стоимости отчетована в 650 тысяч леев, была приватизирована абсолютно бесплатно. Наталья Быляну подчеркнула, что главная цель аудита вовсе не в том, чтобы обличить воровство, царившее при предыдущей городской власти. Это скорее уже побочный продукт. Важнее понять, как функционировали муниципальные предприятия, какие лакуны позволяли начальникам допускать превышение полномочий и разбазаривать публичные средства. Почему эти предприятия были столь неэффективны и как заставить эти предприятия работать с полной отдачей?